ВОЕННАЯ СЛАВА ВОЕННАЯ СЛАВА ВОЕННАЯ СЛАВА ВОЕННАЯ СЛАВА Встреча немцев и австрийцев в западной Варшаве грозила окружением русских армий в Польше. Но несмотря на призывы австрийского командования, немцы не стали наступать, а занялись очищением Восточной Пруссии от русских войск. Создав превосходство на Галичевовском направлении, три армии против двух австро-венгерские войска 23 августа перешли в наступление. Так развернулось недельное городокское сражение. Его кульминацией стали бои Уравы-Русской 25-26 августа. В них австро-венгерские части прорвали русский фронт. Но 8-й армии удалось закрыть прорыв и удержать позиции западнее Львова. И все же положение левого крыла Юго-Западного фронта стало критическим. От тяжелого поражения его во многом спасло контрнаступление русских войск с севера. Пока 8-я армия отражала австрийский натиск, оборонявший холм и Люблин, войска получили подкрепление и 22 августа перешли в контрнаступление. Оно развивалось медленно из-за стойкого сопротивления противника. Кульминация русского натиска с севера наступила 26 августа, когда гвардейские соединения 4-й армии осуществили прорыв у Тарнавки. Он решил судьбу русского контрнаступления всей Голицынской битвы. 26 августа также отмечено подвигом штабс-капитана Нестерова, который в тот день впервые в истории мировой авиации применил воздушный таран и сбил австрийский самолет. Прорыв создал опасность удара в тыл австро-венгерским войскам. В результате они прервали городокское сражение и в ночь на 30 августа начали общий отход за реку Сан. Преследуя их, русские войска продвинулись вперед на 200 километров. К 8 сентября они заняли Голицию и блокировали крепость Перемышль. Австро-венгерским войскам все же удалось избежать окружения в Голиции. Паводок на реке Сан и прибытие на Вислу 9-й немецкой армии вынудили российское командование прекратить наступление. Стратегическое значение Голиции было огромное. Хотя в ее ходе русским командованием был допущен ряд ошибок, приведших к значительным потерям. 230 тысяч человек и 94 орудия. И цель операции окружения противника не была достигнута. Русские войска в Голиции одержали крупную победу. Потери австро-венгерских войск составили 325 тысяч человек, в том числе до 100 тысяч пленных и 400 орудий. Русские войска заняли Голицию и часть австрийской Польши, создав угрозу вторжения в Венгрию и Силезию. Разгром австро-венгерских войск свел на нет успехи немцев в Восточной Пруссии и отлег силы австро-венгрии от Сербии. Главный союзник Германии надолго утратил боеспособность, и Германия была вынуждена направить крупные силы для поддержки австро-венгрии. Памятная дата военной истории России. 26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Голицииской битве. После разгрома в самом начале Первой мировой войны на собственной территории, Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных наступательных действий. Продолжение следует...